Приветствую вас! Я посмотрел первый вопрос, который вы задали. Он был адресован эзотерикам, и я думаю, что вы по незнанию и по заблуждению задали вопрос такого же общего типа и нам, психологам. А с психологией вопросы такого типа, к сожалению, не работают. Чтобы вам помочь, нужно будет использовать научные методы, научные методы познания и решения информации, их обработки, обрабатывания и использования научных средств управления этими данными. И поэтому, так как и мои коллеги, в принципе, я могу вам дать только лишь некоторые такие общие рекомендации, которые могут вам помочь. Значит, первое, это, естественно, понимание того, почему любимый человек ушел. То есть, что заставило его вас бросить. Далее, почему вы хотите своего молодого человека вернуть? То есть, ну, вот объективно, если он ушел, то это значит, что ему с вами было нехорошо. Ему с вами было не очень комфортно. И он с вами не был счастлив настолько, насколько он счастлив вроде бы как себе без вас. Соответственно, мне кажется, вопрос, готовы ли вы принять тот факт, что человек счастлив без вас. Если вы готовы, то это, безусловно, хорошо, и вы молодец. Если вы не готовы, то тогда получается, что вам обязательно нужно, чтобы он был с вами, любимый человек. И отсюда, мне трудно догадаться, что вот эта вот обязательность наличия его рядом с вами проистекает из того, что вы в нем нуждаетесь. нуждает в чем-то, что нужно только вам. И вот об этом, в первую очередь, и нужно вести диалог с нами, с психологами. Почему вы переносите отношения к молодому человеку на себя? То есть понятно, да, что в отношениях, в личных отношениях между двумя людьми люди являются равнобранными, независимыми и свободными. Если вы хотите вернуть человека вне зависимости от того, счастлив он, например, с вами или нет, то простите, это говорит о том, что вы зависимы. И эта значительность создает для вас сверхмотивацию по поведению в отношениях. Сверхмотивация продиктована страхом человека потерять. То есть что-то плохое произойдет, если вы его потеряете. Ну вот, соответственно, к вам и вопрос. А что же плохого произойдет, если вы его потеряете? Вот вы его уже сейчас потеряли. А что вы для себя перестали получать с окончанием связи с ним? И вот в этом, на это точнее, в первую очередь, и нужно обратить внимание, ваше внимание. Потому что именно данный аспект заставляет вас сделать то, что в отношениях делать не стоит. И когда и если вы будете обладать этими качествами, когда и если вы обретете определенную гармонию в себе, самой, и вам будет более четко представляться, кто вы, чего хотите и куда идете, то вы сможете показать своему любимому человеку, что вы изменились. И если вы изменились, то этот человек ваше изменение, естественно, примет и приняв эти изменения, вы сможете вновь построить с ним отношения. Но это будут уже совершенно другие отношения. Не такие, как у вас были до этого, а совершенно, принципиально другие. То есть не нужно пытаться вернуть то, что у вас было. Это бессмысленно, это бесполезно. Нельзя вернуть то, что у вас было, потому что это уже закончилось. Отношу не нужно жить образом прошлого, а лучше смотреть будущее и пытаться строить то, что только будет, и то, что реально зависит от вас. Вот если вы все эти общие рекомендации будете соблюдать, так же, если вы поработаете с психологом и выявите все моменты, которые делали вас зависимой в отношении, то вы получите все шансы вернуть этого человека и жить с ним счастливо. Но возвращение это будет не насильным, не против воли, а по желанию. И по желанию это будет именно вашего любимого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.